Здарова, пацаны! Все мы знаем и любим такие советские автомобили, как Москвич, Нива, Волга и, конечно же, остальные. Но многие из нас при этом не в курсе тех возможностей, которыми были наделены советские инженеры и конструкторы, а возможности у них были почти безграничные. И сегодня я вам покажу список редких, уникальных и просто необычных советских автомобилей, которые вы никогда не увидите своими глазами. И все эти высокотехнологичные машины были утрачены в результате чего? Про... в общем, голосуйте в опросе в правом верхнем углу экрана. Вариант А. В результате перестройки. Б. Машины не были готовы к серийному производству. В. Горбачев не захотел. Ну-ка голосуем! Правильный ответ мы скажем в конце выпуска. А теперь по машинам! АЗЛК 2144. Истра. Опытный автомобиль завода АЗЛК. Созданный в середине-конце 80-х годов. Был изготовлен в единственном экземпляре. Примерно с 1985 по 1988 год. Чем же он отличался? Ну, например, имел огромное количество уникальных деталей. Или так называемый дюралевый кузов. Потом две широкие боковые двери, открывающиеся вертикально вверх. Прибор ночного видения и индикацию показаний приборов на лобовом стекле. И самое главное, у Истры была уникальная автоматическая трансмиссия. Невероятно, но факт. АЗЛК 2142. Москвич. Опытный седан. Созданный на основе АЗЛК 2141 и представленный широкой публике в 1990 году. Автомобиль был полностью испытан и практически готов к производству. Планировалось отправить машину на конвейер уже в 1992 году. Но, как говорится, не получилось, не фартануло. Автомобили АЗЛК 2142, как и все москвичи, отличались хорошей плавностью хода. Причем АЗЛК 2142 стоял на полступеньки выше по плавности хода. Этому способствовала длинная база автомобиля. Жаль, свет не увидел этого, хоть и длинного, но красавца. МАЗ-2000. Перестройка. Это прототип магистрального грузовика, отличавшийся оригинальной модульной конструкцией. Спереди располагалась большая часть агрегатов. Двигатель, коробка передач, ведущий мост и рулевое управление, ну и так далее. Кстати, о перестройке, то есть о МАЗе, о МАЗе-перестройке. Высказывались такие известные личности, как Высоцкий и корреспондент бельгийской газеты Ллойд Анверсуа, Филипп Ван Дорен. В целом они все говорили положительно. УАЗ-452К. Экспериментальный 16-местный автобус с колесной формулой 6х4. На базе этого автобуса были разработаны реанимационные автомобили Медея для нужд грузинских горноспасателей. Также существовал вариант с колесной формулой 6х6. Внешний вид, ну, он схож с буханкой. Правда? Nami 0284. Создавался как рабочее предложение новой модели запорожского автозавода «Коммунар». Отличался Nami использованием бензоводородного топлива, что позволяло машине в несколько раз уменьшить количество вредных выбросов. Одной заправки ему хватало на 200 км. Скорость 100 км в час Nami способен набрать за 13 секунд, а его максимальная скорость – 150 км в час. Кузов О0284 каркасного типа. Все навесные панели пластмассовые. Очень необычно, скажем. ЗИЛ 4102 – перспективный лимузин, который должен был заменить устаревший пятиместный седан ЗИЛ 41041. В 1988 году 6-й цех ЗИЛа изготовил два опытных образца автомобиля. И эти автомобили можно было по праву назвать принципиальным отличием от других советских лимузинов. ЗИЛ 4904 или шнекороторный снегоболотоход. Вездеход. Был построен в 1972 году. Он является самым большим в мире. Полезная нагрузка – 2,5 тонны. Однако он развивал очень небольшую скорость. В 10,1 км в час на воде и 7,3 км в час на болоте. 4,45 км на сплавнине. И еще шнекороторные двигатели вездехода наносят большой урон природе. ЗИЛ Э-167. Экспериментальный колесный вездеход повышенной проходимости, разработанный для применения в условиях полного бездорожья, при неблагоприятной климатической обстановке. В настоящее время находится в Государственном военно-техническом музее, где был буквально возрожден из груды металлолома. За советские автомобили редко приходилось краснеть. Чаще только радоваться от выхода таких отличных авто на рынок. Но машины, которые сегодня увидели вы, удивительны. Возможно, даже слишком. Именно поэтому свет их никогда больше не увидит. А помните, я вначале спросил вас, почему эти машины не поступили в продажу? Правильный ответ в результате перестройки. Просто уму непостижимо. Кто ответил правильно, отпишитесь в комментариях. А теперь игра. Что за советская машина такая? Ну-ка? Пиши правильный ответ в комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, почему бы не поставить лайк? И не поделиться видео с друзьями? Не показать его отцам, бабушкам? Пусть вспомнят то, чего уже не вернуть. До встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok